Унайгуль Апа потеряла сына Максата Досмагомбетова два года назад. После событий в Жанаузене в 2011 году его осудили как одного из организаторов забастовки нефтяников. Максат заявлял, что его пытали на допросах. С этими избиениями он связывал возникшую после раковую опухоль, от которой он скачался в 2018 году. Его брат Хайрат во время кровопролития в Жанаузене получил ранение в тазовую кость и стал инвалидом. Из-за того, что власти не разрешили людям прийти на площадь Жанаузене, чтобы почтить память жертв тех событий, они собрались в доме одного из пострадавших – Радика Юсупова. В Актюбе у городской мечети сегодня собрались десятки активистов. Они также пришли почтить память жертв декабрьских событий 1986 года и Жанаузена и требовали прекратить преследование критиков власти. Шемкенские активисты собрались у памятника Хайрату Рускулбекову. Они считают, что за всё это время не было дано должной политической оценке ни Жильтоксану, ни трагедии в Жанаузене. Некоторым активистам не удалось добраться до места встречи. Один не смог покинуть жилище, потому что полиция окружила его дом, другой забрали в отделение, как только она вышла на улицу. В данный момент, именно вы видите, со мной ребёнок, я не могу выехать. Можно это сделать попозже? Не-не, сейчас мы быстро отвезём обратно. Нет, я с ребёнком что ли поеду? Да, с ребёнком поеду. 16 декабря – день правооглашения независимости Казахстана. После распада СССР в 1991 году Казахстан последним из 15 союзных республик вышел из состава исчезнувшего государства. В этот день казахстанцы вспоминают декабрьские события 1986 года – жестокое подавление молодёжных протестов в Советском Казахстане и применение полицейскими оружия против бастовавших нефтяников в Жанаузене в 2011 году. Тогда, по официальным данным, погибли 17 человек.